Привет всем! Постоянные зрители моего канала, наверное, заметили, что в последнее время я перестал освещать события войны в Украине. Я просто жалею вас и не хочу доводить до психического расстройства. Сам же я постоянно слежу за боевыми действиями и в курсе всех деталей. Вот какой интересный видеоэпизод я вчера получил от своего агента из России. Война не останавливается, но орки получают по рылу. Напоминаю, что мои видео надо смотреть до конца. Для того, чтобы уехать на голосование ЛНР-ДНР. Мы не можем понять, нахуй нам это, сука, сейчас голосование, если у нас, блядь, дыра, брешь, блядь, в обороне, блядь. Ахмат, будьте мужчинами, вернитесь на позиции, блядь, серьезно, вернитесь на позиции, блядь. Будьте мужчинами, блядь, прикройте нам задницу нашу, блядь, и воюйте так же, как мы. Я очень надеюсь, что украинская армия прикроет вашу жопу землей. Вот такая хуйня, малята, как говорил дед Панас. А сейчас давайте посмотрим, как украинские спецы ебашат этих орков при помощи дронов. Прямо скажем, картина маслом. Приятно посмотреть. Очень жалко только, что война идет на украинской земле. Но она перейдет и на российскую, хоть Америка и против. Вы видели, как воюют орковские морпехи? И зовут на помощь чеченцев, которые покинули свои позиции. А теперь посмотрите, как воюют украинские женщины. Стосовно России, там говорят, что россияне пишут, что я 200 или еще что-то. И что мы такие, типа, не сильные, не нужные. И Россия иду вперед, и Россия за мир. Смотрите, видите, это российский военный, который просто втекал и, втекая, забыл все. Забыл даже носочки взять с собой. Когда вы скажете, что я там 200 или еще что-то, хочу вам показать только одно. Этот шеврон, человек, который сейчас 200. Очень шкода, что они помирают на нашей земле, потому что они гнают в нашей земле. Своей токсичностью, так сказать. Так мы говорим. Ну, теперь мы знаем, кто 200. А сейчас я вам покажу, за что же воюют украинцы. Отец многодетной семьи Николай Лазарев ежедневно записывал видео в Мариуполе. Это был март месяц. С 12 по 30 марта. Тяжелейшее видео. Но это должен видеть каждый. Вот это я. Коля Ока. Или Лазарев. И так, и так. Да, за этот месяц постарел, конечно, хорошо. Вот самолет летит. Сейчас сбросил бомбу. Вот, пожалуйста, результат. Вот так вот и живем. Так что всем привет. Может, привет этот последний. Ну, будем надеяться, что кто меня знает, еще увидимся. Все будут живы. Я не знаю сейчас судьбу своих двух детей. Ихние районы сильно обстреляны. В этом городе, в Мариуполе. А так со мной сейчас трое детей. И жена. Ну, пока держимся. Сегодня 12 марта. Как будто дома все целы, невредимые. Все нормально. Это наш дом. Наша квартира. Пятый этаж. Слева два окна. О, 15 дней. Также воды нет у нас. С колодца брали. Колодец разбомбили. Какой, как сделали. Готовим еду на костре. Сегодня дали зеленый коридор. Выехала колона. Несколько машин вернулись обратно. Вот эта вот одна вернулась обратно. Это зеленый коридор. Водитель чуду остался жив. Постоянно самолетами обстреливают. Скидают бомбы. Самолеты. Это что у нас? Это перепелки. Перепелки? Да. Под названием голуби? Да. Свои еще такие. Да, смотри. О, свежак? Свежак. Вот горит центральный рынок. Центральный рынок сбрасывает бомбы. По три, по четыре бомбы в каждый день. Начиная с 26 февраля. Сегодня уже 16. Такое впечатление, что нас хотят оставить полностью без еды. Там в контейнерах много продуктов. Сегодня 17 число. Наш дом. Наш дом горит. Вокруг вот такое видимость. Он лежит с нашего подъезда. В коробке, в коробке, да. И там трупы тоже лежат. Сегодня пять попаданий было в наш дом. Ну, кушать-то хочется. Приходится готовить. Дети в безопасности. Я готовлю похлебку. Вот вокруг могу так показать. Вот только. У вас он прогнулся. Нету людей вообще. Все в бомбоубежищах. А я как дурак в квартире. Все в дыму. Только что обстреляли наш дом. Все горит. Вот с нашего дома идет дым. Наверное, уже не пять, а шесть попаданий. Уже сбился счетом. Это только за сегодня. А всего, наверное, уже попаданий десять. Уже девятнадцатое марта. А все холодно. В нашем подъезде сегодня последняя семья уехала. Остались мы только одни. Ну, кто уезжает, говорят, их расстреливают. Колонны расстреливают. От зеленого коридора якобы. Ну, кто выехал, как будто сюда никаких сообщений не присылают, что они выехали. Скорее всего, их расстреляли и все. Некоторые машины возвращаются обратно. Ну, полностью простреленные, без окон. Раненые. Ну, мы будем здесь до последнего, конечно. Никуда выезжать, потому что какой смысл. Уже мы как смертники. Ну, попадет в нас снаряд. Ну и ладно. Мы уже готовы. Сегодня 26 суббота. Вот Коля нам сыграет сейчас эту песню, споет песню. Ну, не свою любимую. Вот, а та и нравится. Или они под завалами остались, или они там уже в погребе мертвы. А ты не можешь посмотреть, там, может, видно будет или мать, или сестер. А? А? Коля? Сегодня 30 марта. Это Блицкрик. По-российски. Говорили, за три дня очистим город от нацистов российские военные. Ну, как мы видим, бои идут, город пылает, все горит. Блицкрик, это по-российски, это уничтожить мирных граждан и их дома. А также оставить их без еды. Поэтому делайте выводы сами. Вот так мы живем уже. Сколько? С 26 февраля... Ой, 20... Да, 26 февраля начали нас бомбить. Город, центр. И вот 20... Ой, 30... 30 марта. Каждый день нас бомбят. Из самолетов, из танков. Ни одного целого здания нет. Все повреждены. Люди сидят в подвалах, голодные. В нашем доме погоревшие квартиры. Есть. И это не прекращается. Ни на минуту. Постоянно перестрелки, взрывы. Сколько это будет продолжаться, я не знаю. К счастью, 26 апреля 1922 года Николай с семьей смог эвакуироваться сначала в Запорожье, потом в Европу. И подал на Россию иск в Международный суд. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.